На 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и сегодня напротив меня сидит все тот же Дмитрий Курдюмов, но в новом качестве. Теперь я вас представляю как исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрий Александрович. Добрый день. Добрый день. Наверное, я начну с вопросов с сайта, потому что мы каждую программу призываем наших слушателей задавать вопросы гостям. Ну, к вам два вопроса на сайте. Один я озвучу, но, наверное, все-таки не буду вас просить на него отвечать, потому что считаю его риторическим. Вопрос от Сергея Прокушева «Кто вы, господин Курдюмов?» Но я надеюсь, что в течение сегодняшнего эфира мы это также выясним. И второй вопрос, Дмитрий Александрович, вот неожиданный, но по дорогам. От Евгения. Мы проживаем на улице Егоровской города Кирова, где проживаете и вы. Скажите, планируется ли какой-нибудь ремонт нашей улицы, а также очистка берега реки Люльченки в районе улицы Егоровской от кучи строительного мусора? Вот я вас поздравляю, вам начали задавать вопросы по дорогам. Спасибо. Ну, теперь я лишь могу сказать, что это не моя профессиональная сфера. Но так или иначе, я всегда относился к своей деятельности таким образом, что я никогда не пытался учитывать какие-то свои любые интересы. В общем-то, в том числе при ремонте дорог я никогда не говорил о том, что улицу Егоровскую нужно ремонтировать, я признаюсь. И теперь, как обычный житель нашего города, я очень надеюсь, что администрация города, в общем-то, услышит это обращение и обратит какое-то внимание на, ну, действительно, на безобразное состояние. Состояние вот этой дороги. Ну, в общем-то, на общих условиях. Но можно ведь, у вас же на сайте общественной палаты началось уже снова голосование, да, за улицы? Да, я голосовал за нее. Ну, в общем, к этому можно, наверное, призвать Евгения и призывать других жителей этой улицы. Ну, Дмитрий Александрович, в любом случае, спасибо вам за честность. Ну что же, у меня к вам своих миллион вопросов, поэтому давайте с них начнем. Реже, чем всего вы их зададите, я все-таки хотел поблагодарить, что вы так настойчиво пригласили меня, приглашали, я пришел. Я сразу хочу сказать, что я сейчас не избегаю ни в коей мере общения и отвечу на все вопросы. Сегодня, в общем-то, такое первое, скажем так, интервью, ответы на вопросы вот в этой должности. Я отвечу на все вопросы, но сейчас я считаю важным, скажем так, погрузиться в проблемы и изучить, вот, что происходит вот в тех курирующих социальных сферах, потому что времени достаточно мало до конца года, проблем масса. В адрес Игоря Владимировича, временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области, поступает очень много обращений, они, многие из них, в общем-то, абсолютное большинство носит объективный характер и связано с, ну, скажем так, плохим состоянием ряда вопросов по некоторым сферам, в общем-то, в том числе сфера здравоохранения. В общем-то, мы знаем, есть вопросы, в общем-то, и текущие вопросы в сфере социального, в министерстве социального развития, в общем-то, в сфере спорта и так далее. Я сейчас занимаюсь тем, что... Что вы сейчас курируете? Это Министерство здравоохранения, Министерство социального развития и Министерство спорта. Здравоохранение, соцразвитие, спорт. Вот у вас первый рабочий день уже прошел. Как он у вас прошел вообще? Ну, в первый рабочий день я познакомился с органами исполнительной власти. Ну, в общем-то, так или иначе, я со всеми был знаком. Но с другой стороны, мы изучали текущую экономическую ситуацию, в общем-то, как организована работа по ряду текущих направлений, какие существуют сейчас первоочередные проблемы, строились, скажем так, обсуждали какие-то планы по их решению, обсуждали о том, что, в общем-то, как заканчивать, назовем так, этот финансовый год, ну, вот и текущий 16-й год, ну, естественно, не могли не коснуться того, что нужно изменить. Ну, естественно, пока тезисно, и какие меры нужно обсуждать, ну, скажем так, по реорганизации, там, по изменению структуры на 2017 год. Вот это обсуждение продолжается, и сегодняшний день не исключение, естественно, в общем-то, приходится погружаться, и вот в ближайшее время, по крайней мере, вот это не будет программа, но тезисно я изложу то, на что нужно будет обратить первоочередное внимание, в общем-то, в здравоохранении, в соцразвитии, в спорте, и буду докладывать это завтра, и, в общем-то, пока вот готовим вот ту самую выжимку, вопросов много, да, назовем, готовим там топ вопросов, на которые нужно обратить внимание, в первую очередь, в этом году, и какие изменения, преобразования должны произойти, в общем-то, после проработки этих вопросов и выработки, ну, как это, скажем, сейчас модно говорить, мне не совсем раз, дорожной карты, ну, планы действия в следующем году. Ну, вот смотрите, Дмитрий Александрович, я понимаю, что вопросы соцразвития, вопросы спорта требуют погружения, детального изучения, но все-таки в здравоохранении, и вы, слава Богу, работаете не один десяток лет, давайте поговорим про эту отрасль. Какие главные... Все вопросы требуют погружения, вот, какие главные вопросы? Ну, главные проблемы отрасли, которые вы сейчас в ней видите. Вот, вы знаете, мы сегодня можем поговорить о тех вопросах, по которым, ну, сейчас на слуху, да, первое, ну, это вот, так или иначе, вот, вчера вы все были свидетелем того, как возник вопрос у водителей скорой помощи, да, которая находится, это не... эта услуга оказывается сторонней организацией, услуга обеспечения транспортом, вот, не выплата заработной платы. Водители сказали, что мы не будем выходить на линию, безусловно, это достаточно. Для нас громкая, скажем так, история, и мы должны подходить с точки зрения того, что любое оказание услуг, любой там аутсорсинг, он должен быть не только выгодным, но мы еще должны иметь, ну, скажем так... Управляемость. Он должен быть управляемый, да, можно так сказать, но он должен быть еще и в случае возникновения таких кризисных ситуаций, он должен быть, ну, скажем так, мы им должны иметь запасной вариант действий. И в этой сфере, вот, и ранее обсуждался вопрос о создании единой службы вызова. Вот ряд, большинство, много районов уже в нее вошли, службы вызова по одному телефону, а тут, ну, у нас вот есть такая разрозненная структура отделения, там, санитарная авиация, находится в областной клинической больнице, которая выезжает, забирает тяжелых пациентов, консультирует, уезжает доктора в районы нашей области. Есть сейчас услуги, оказывается, по предоставлению автомобилей, скорой помощи, 39 автомобилей в городе Кирове, ну, и в каждом, в общем-то, ЦРБ, свой автотранспорт, всего порядка, там, 219 машин у нас, всего, все это разрознено, да, везде парк достаточно разный, но в районах точно не новый. То есть у каждого медучреждения свой автопарк. Поэтому, вот, я считаю, сейчас вполне, как минимум, на первом этапе задуматься, а дальше выработать такой план действий по возможному, там, переходу к единой службе скорой помощи, ну, по крайней мере, мы сейчас можем говорить о том, что это нужно организовывать, может быть, для большинства районов. Пока я не буду вдаваться в подробности. Любое, вот, то, что мы озвучиваем, должно быть обдуманно, взвешено. Мы сейчас производим там расчеты, экономические обоснования. Мы должны понимать, какие районы, городские круга, как поэтапно, могут войти в эту программу. Она должна быть выгодной. Она должна быть, безусловно, вот, не такая, скажем так, неуправляемая, как аутсорсинг, скажем так, транспорта, ну, и так далее. Вот, мы не планируем, безусловно, взять и завтра там отказаться от скорой помощи. Это невозможно. Это не надо делать. Есть автомобили, которые сейчас ездят. Безусловно, они будут продолжать работать. Мы будем взаимодействовать с руководством вот этой компании, которая оказывает услуги. Мы будем уделять внимание там для того, чтобы, естественно, мы вынуждены делать настроение там в коллективе водителей, которые не подчиняются станции скорой медицинской помощи. Но, тем не менее, мы будем уделять внимание к тому, чтобы и заработная плата выплачивалась вовремя, потому что средства перечисляются два раза в месяц и за 7,5 месяцев заплачены своевременно вот этой компанией. Ну, и, собственно, будьте добры, заплатите зарплату своевременно. Да, будьте добры, делайте услугу качественно, да, и не создавайте, скажем так, вот ту волну, потому что я хочу всех заверить, возникает такое мнение о том, что якобы водителям не выплачивается там заработная плата вовремя, но, с другой стороны, своевременно перечисляются платежи в рамках вот этого условия договора, который заключен с этой компанией. Ну, да, это уже вопрос работы с подрядчиком. Дмитрий Александрович, поняла, первое направление – создание единой службы вызова. Дальше. Ну, вот, да, я думаю, что это точно нужно сделать, причем и принимать во внимание там санитарную авиацию. Дальше для всех, для нас очень важное, я считаю, для того, чтобы в поликлиниках, как минимум, когда мы туда заходили, они, ну, в них не было очередней, это одна история. И мы постоянно говорим о нехватке кадров, хотя существуют меры, скажем, и поддержки, финансовой поддержки, скажем, в районы Кировской области, если приезжает специалистам до 50 лет, в этом году это и поселки городского типа, и сельское поселение, он получает выплату миллион рублей и получает фельдшера, 250 тысяч, и доктора, еще 500 тысяч за средств областного бюджета, но это не решает кадровую проблему. Вот я прошу прощения, нам сейчас, к сожалению, надо прерваться на небольшой перерыв. Буквально через минуту мы вернемся в студию. Я напомню, это особое мнение исполняющего обязанности зампредседателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Дмитрия Курдюмова, исполняющего обязанности зампредседателя правительства Кировской области. Разговариваем мы о главных проблемах отрасли здравоохранения на взгляд Дмитрия Александровича. Итак, кадры в районах области. Кадры не только в районах области, кадры в учреждениях здравоохранения города Кирова. Кадровая проблема существует, и мы о ней, скажем, говорим. Вот по данным того же Кировстата, напомню, что врачей у нас в Кировской области примерно около 5700 человек. Всего в сфере здравоохранения работают больше 30 тысяч человек, там порядка 32 тысяч, я могу немножко ошибаться. Это и доктора, и это средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал. А вот что касается нехватки врачей, мы про нее сейчас будем говорить. Вы знаете, здесь есть две проблемы. Проблема, которая действительно существовала, и которая, в общем-то, может усугубиться в связи с тем, что есть норма Федерального закона 323 о том, что право на работу врачом дает, значит, может специалист, прошедший аккредитацию. Причем, точно могу сказать, вот эта аккредитация, она из года в год отодвигалась, и в этом году аккредитацию у нас проходят, по-моему, стоматологи и фармакологи. Есть вопросы для аккредитации и так далее. Но еще аккредитацию смогут проходить не все, только, скажем так, специалисты, которые отработали определенное количество лет в первичном звене. Да, это врачи общей практики, это участковые терапевты. Вот если это будет реализовано, мы совершенно обоснованно можем ожидать в перспективе дефицит специалистов, скажем, узкого профиля, о которых мы и говорим, собственно. Да, у нас есть нормы, которым, в общем-то, время в соответствии с программой госгарантии. Это там 24 часа к врачу-терапевту. Мы даже понимаем, что, ну, 24 часа-то много, да, при неотложной помощи это 2 часа. Ну, всем хочется, есть одно дело, это понятие нормы, а другое, какие-то иметь разумные границы. А как решать-то этот вопрос в кадрах? Вот сейчас я к этому подхожу. Все-таки дефицит кадров больше в районах. Да, есть дефицит кадров и в Кировской, в городе Кирове. У нас достаточно большой набор медакадемии, вот недавно, скажем, мы, было 1 сентября, в общем-то, полный набор на лечебный факультет, на птичатрический факультет. Во-первых, нужно заинтересовать, чтобы выпускники работали по специальности. Настораживает цифру, что после окончания медакадемии, вот это те цифры, которыми, скажем так, я владел, когда мы занимались этой проблемой, они остаются работать по специальности чуть больше, через год после окончания, чуть больше, скажем, 30%. Как их заинтересовать? Денег пообещать? Не давите. Как их заинтересовать? Ну, во-первых, интересно молодому специалисту работать, если он приходит на оборудованное рабочее место. То есть оно должно быть отремонтировано, поликлиника должна либо учреждение выглядеть надлежащим образом. Поэтому мы прорабатываем меры о том, как в рамках текущего финансирования, в рамках системы ОМС мы сможем выполнять не только текущие ремонты, но и вот если удастся договориться, пока буду молчать, в структуру тарифа войдет и дополнительные расходы, мы это будем обсуждать. Дальше. Оно должно быть, это место, рабочее место, оно должно быть, скажем так, оборудовано и необходимой там техникой, и ноутбуками и так далее. Но на сегодняшний день, я так понимаю, что вот это сделано фактически везде, работают информационные системы. Я говорил о том, что дефицит специалистов в большей степени в районах области. Вот здесь, вы знаете, я уже сказал, теми раз социальной поддержки, которые существуют, но так или иначе мы приходим к выводу, что здесь нужно достигать какого-то соглашения и уверенности специалиста в том, что вот проработав где-то какой-то промежуток времени, у нас сейчас нет распределения. Но каким-то образом к нему нужно, я считаю, по крайней мере, вернуться. Поэтому нужно достичь какого-то соглашения. К распределению после вуза. Да, достичь какого-то соглашения, что вот специалист, я сейчас не знаю, нет как готового документа, но специалист должен быть уверен, что отработав один год, два года в районе, он гарантированно возвращается, скажем так, в какой-то там крупный межрайонный центр в город Киров и может рассчитывать на работу по специальности, ну, скажем так, в специализированном учреждении здравоохранения. Ну, назовем так этот договор о профессиональном росте, соглашение о профессиональном росте. Естественно, что мы не можем заставлять кого-то куда-то ехать, но вот заключить такое рамочное соглашение мы можем. Мы, я думаю, что вот понимание определенности, которое после этого возникло у многих специалистов, оно поможет нам наполнить, вот, заполнить те пустующие места в районах нашей области, потому что можно без конца там, мне кажется, вводить и другие меры социальной поддержки, но они не будут иметь такого эффекта, потому что, общаясь там со студентами, они говорят, мы не хотим быть там брошенными, мы не хотим быть отворванными, мы хотим, чтобы наше рабочее место выглядело надлежащим образом. Ну, еще мы должны понимать, что через определенный промежуток времени мы можем вернуться и профессионально расти. Вот все эти условия, наверное, нужно выполнить, и тогда, ну, скажем так, снизить вот этот накал, который вызван дефицитом специалистов. Что еще являются главной проблемой отрасли сейчас, на ваш взгляд? Давайте третий тезис обозначим. Ну, что вы считаете? Первые пять обозначили, да? Ну, понятно, что проблем масса, говорить можно долго, но... Проблем много, и, скажем так, провести какую-то градацию, я перечисляю не в порядке там значимости, но вот выхватываю только те, которые, на мой взгляд, заслуживают первоочередного внимания. Я говорил о состоянии материально-технической базы, учреждений. Это, я считаю, что вот программа модернизации здравоохранения закончилась в 2012 году. Вы должны понимать, что с этого времени все, что связано с капитальным ремонтом, капитальным ремонтом, реконструкцией, это средства, в общем-то, бюджетов соответствующих уровней. Ну, в нашем случае это средства областного бюджета. Текущий ремонт возможен в рамках средств обязательного медицинского страхования. Но вот тут как раз все зависит от, скажем так, компетенции и заинтересованности руководителя учреждения что-то либо поменять. Дальше, с 2012 года, когда закончилась программа модернизации, не приобретается оборудование. Да, вот таким объемом оно было приобречено. Учреждения здравоохранения оснащены. Ну, вот еще оснащение происходило там в рамках других там целевых программ. Там сосудистые программы, например, там ДТП и так далее. Но вот больше оборудования не приобретается. Поэтому надо искать другие механизмы. Во-первых, как снизить расходы на содержание приобретенного оборудования. Это расходы на ремонт. И мы сейчас видим, что оборудование начинает выходить из строя. И многие учреждения несут, скажем, колоссальные расходы. Ну, надо быть честным. Производители оборудования, в том числе там иностранного, поняли, что сейчас такого вала не будет в России. И нужно дорого продавать запасные части. Но тут нужно понимать, действительно нужно что-то менять. И вот выстраивание там службы ремонта в каждом учреждении. Либо в каком-то одном из главных учреждений, я думаю, что тоже заслуживает, скажем, внимания. Но прежде всего еще нужно находить механизмы, скажем так, приобретения и оснащения медицинским оборудованием соответствующих учреждений. Вот у нас был найден механизм, как аренды оборудования. Здесь есть там ряд вопросов, но так или иначе, есть возможность приобретения оборудования. Наши законодатели внесли изменения в 326-й федеральный закон об обязательном медицинском страховании, где оборудование приобретается за счет средств нормированного страхового запаса от территориального фонда, в нашем случае территориального фонда УМС Кировской области, но который пополняется от штрафов медицинских организаций. Понимаете, да? Вот здесь тоже непростая история, но и этот еще нормированный страховой запас расходуется, в том числе на определенные цели и расходы на кассовые разрывы, которые там могут образоваться. Так вот, укреплением от техбазы это выполнение ремонтов и оборудования, я думаю, что об этом стоит задумываться. Что касается ремонтов, мы сейчас уже такие первые обсуждения провели и поняли, что это возможно. В соответствии с программой госгарантии, тем проектом, который разместил, скажем, Министерство здравоохранения Российской Федерации на сайте открытого правительства для обсуждения там, это сохранен пункт о том, что в случае, если какие-то расходы в структуру тарифа не входят, то за счет средств, скажем так, соответствующих субъектов, да, они могут быть, скажем так, предусмотрены, профинансированы. И здесь, на мой взгляд, это не должна быть, может быть, не большая совершенно сумма, потому что определенный и значимый объем вот этих вот ремонтов, текущих ремонтов позволяет выполнять вот те существующие там приказы с 70-х, 80-х годов, которые дают понимание, что такое текущий капитальный ремонт. Вот, но это поможет, во-первых, скажем, на какие-то вещи, которые вот чуть-чуть там выбиваются, например, ремонт фасада, покраска фасада, это текущий ремонт. Но ремонт штукатурки не более 20%, понимаете, 25% уже нецелевка. Вот поэтому вот эта маленькая толика... Вас опять ждет тема ремонта? Ну, это не тема ремонта, это нормального содержания и, скажем так, приведения в порядок учреждений здравоохранения. И понимаете, а это как цепная реакция, если наши поликлиники начнут выглядеть нормальным образом, в общем-то, я думаю, что, может быть, и не 30, а уже 40 или 45% выпускников медакадемии останутся в профессии, потому что зарплата не решает не все, а решает иногда ключевым принятие решения о том, что постаться в профессии в том числе и является, она как обустроена, рабочее место. Дмитрий Александрович, может быть, вопрос не к вам, но тем не менее. Вот, а вы понимаете, почему лишились своих постов Дмитрий Матвеев и Елена Утемова? Какие к ним были претензии? Я отвечу лишь одно, что это решение высшего должностного лица, временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Игоря Владимировича Васильева. Но так или иначе, я знаю, что и уверен в том, что это решение полностью обосновано. А вы, министра себе, где искать будете здравоохранения в частности? Вы знаете, что касается кадровой политики. Вот много появляется сейчас каких-то мнений о том, что освободили места под каких-то там своих. Вы знаете, вот сейчас принцип подбора кадров является, в общем-то, принцип, наверное, один – это профессионализм. Одно самое главное. Второе – это желание и способность, ну, скажем так, работать для того, чтобы были какие-то позитивные сдвиги, в том числе в сфере здравоохранения. Мы сейчас про нее говорим. Вот. И, наверное, отсутствие каких-то явных вопросов к этой персоналии. Ну, вы вот сейчас понимаете, где вы будете искать себе персонал министра? Мы объявляем кадровый конкурс на замещение сейчас в аккаунтной должности, что касается исполняющей обязанности министра. Мы проводим там собеседование, естественно, и будем проводить собеседование с возможными кандидатами, и будут выбраны, на наш взгляд, наиболее достойные. Это вот такая история. Вы ждете, пока к вам кто-то заявится, или вы сидите и думаете, так, кто же есть из людей, который бы смог с этой работой справиться? Дайте-ка я ему позвоню. Вы как хотите, чтобы я ответил на этот вопрос? Честно. Ну, вы знаете, все варианты мы используем. Вот, мне кажется, мой ответ на то, что мы ищем кандидатов, он в том числе... Подразумевает и то, и другое. В том числе это подразумевает, да. Потому что мы используем все возможности, нужно найти достойного. Хорошо, давайте мы сейчас уйдем на рекламу. Очень скоро вернемся в студию. Я напомню, что это Дмитрий Курдюмов и его особое мнение. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm программа «Особое мнение». Меня все так же зовут Юлия Фанасьева. Напротив меня все так же сидит Дмитрий Курдюмов, теперь исполняющий обязанности зампредседателя правительства области. Дмитрий Александрович, вы уже входили в эту реку. Вы были, как это называлось тогда, главой департамента здравоохранения. Там ровно год, с 11 по 12 годы, и ушли. Вот вопросов два. Почему ушли и почему сейчас решили вернуться? Почему ушел? Этот вопрос мне задавали часто. Вы знаете, на тот момент я посчитал, что мое отношение, скажем так, к происходящему, мое понимание происходящего в целом, наверное, с учетом этого я больше смогу реализовать себя в другом, в конкретном лечебном учреждении. Что я и сделал. В общем-то, как вы понимаете, почему вернулся сейчас? Ну вот, меня спрашивают, а там, наверное, здорово так вот, в том самом, в правительстве. Вы знаете, работы здесь, могу сказать точно, я знал это раньше, я не ожидал, что будет там меньше. Точно могу заверить всех, что работа государственных гражданских служащих, она не большая. И поэтому часть тех, кто работает в правительстве, ну, это, скажем так, люди, которые болеют за дело, в общем-то, и это, ну, скажем так, особая категория людей. И когда говорят, вот, там, или пытаются обсуждать, что сделано что-то не так, вот я отвечаю следующим образом. Если ты считаешь, что ты способен что-то сделать, если ты считаешь, что что-то можно изменить, и сейчас подходящий момент, если ты считаешь, что ты с этим справишься, тебе это предложили, иди делай, соглашайся и делай. Не стоит потом обсуждать, что сделано что-то не так, принеси пользу. Вот поэтому, когда принимал решение, наверное, вот то, что я вам сейчас озвучил, это было основной. И я, в общем-то, приложу все усилия, мы не говорим там о радикальных изменениях. Мы сейчас оценим и проведем там ревизию всего того, что делалось. Естественно, те проекты, которые существовали, и они объективно работали, и воспринимались населением Кировской области как там позитивные, либо от них были положительные результаты, и они останутся. Вот то, что, на наш взгляд, нужно подкорректировать с точки зрения справедливого распределения финансовых ресурсов, возможно, объективной кадровой политики с точки зрения профессионализма, это будет сделано. Это будет сделано, но, в общем-то, я сейчас занимаюсь тем, что анализирую текущую ситуацию, возвращаясь к тому, что я сказал в начале передачи, почему я сейчас, вот пока прошу подождать, для того, чтобы о чем-то вот говорить, скажем, о каких-то изменениях. Вот вы спрашивали, скажите там первое, второе, третье. Ну ведь на любой вопрос нужно говорить непрозрачно, оперируя какими-то, скажем, цифрами и фактами. Для этого нужно какое-то время. Я думаю, что вот об этих планах уже я буду готов более детально говорить, скажем так, уже на следующей неделе, это точно. Ну а, естественно, в процессе работы. Дмитрий Александрович, а вот насчет иди и делай. Иди и делай то, что считаешь нужным. У вас есть карт-бланш от Игоря Васильева? Вы знаете, у Игоря Владимировича только одно требование, чтобы были позитивные изменения. А как вы этого добьетесь? Это уже ваша проблема. Это в том числе моя задача. Вот можно поставить, скажем так, знак равно между проблемой и задачей. Изменения должны быть позитивные. Кадровая политика должна быть вот исходя из тех принципов, про которые я вам говорил. Это профессионализм, это желание что-то сделать, это желание решить те проблемы, которые существуют по ряду учреждений лечебных. Скажем так, они повторялись там с года в год регулярно. В общем-то, и я думаю, тот, кто не хочет работать, тот и не должен работать. В общем-то, все будет совершенно объективно. И кадровая политика, она не должна строиться по принципу мой свой. Там это совершенно не так. Хорошо, спрошу вас еще про областную клиническую больницу и про онкодиспансер, которые лишились главврачей. Я так понимаю, это произошло как раз на стыке вот таких перемен глобальных в отрасли здравоохранения. В связи с чем это случилось? Вы знаете, то, что я не успел вам сказать, основное направление в работе должно еще быть, это укрепление учреждений здравоохранения, скажем так, специализм высшего уровня. Ну, назовем так там третьего уровня. Топ-менеджерами. Да, это головные учреждения субъекта. Областная больница – это ведущие учреждения. Так вот, слово «ведущие» – это учреждение, которое обладает очень квалифицированным коллективом. Она прекрасно оснащена оборудованием. Я знаю, что у многих докторов есть желание и есть планы по профессиональному росту. Но в то же время, вы знаете, многие годы существовала проблема плохого состояния даже внешнего вида больницы. Плохого иногда ничего не сказать. Но это две большие разницы, когда приезжаешь в областную больницу и когда приезжаешь к вам. К сожалению, и там, и там я недавно побывала и могу сравнить. Вот. Дальше не секрет. И сам я был, скажем так, участником того, что, получая специализированную высокотехнологичную помощь, пациенты вынуждены были приобретать медикаменты за свой счет. Это тоже недопустимо. А это, в общем-то, и система планирования. Это система и нормального распределения, скажем так, ресурсов внутри учреждения. Вот поэтому... Исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что эти два главврача ушли, потому что они вдруг неожиданно поняли, что работали они не очень хорошо. Нет, я не буду, скажем так, кривить душой, что кто-то чего-то, скажем, понял. Это было, в общем-то, вот кадровое решение, исходя из тех принципов, которые я вам озвучил. Ваше кадровое решение? Да. Спасибо за честность. Давайте поговорим еще коротко о том, что же станет с общественной палатой, которую вы возглавляли, с Центром травматологии, как дальше, ортопедии, нейрохирургии. На кого вы все это оставляете? Ну, что касается общественной палаты, я думаю, что здесь сейчас будет происходить прозрачная демократическая процедура по избранию нового секретаря. Сейчас до следующего пленарного заседания, я так понимаю, Совет общественной палаты назначит, там возложит обязанности или исполняющих обязанностей. Ну, а дальше я написал уведомление о том, что складываю полномочия в связи с тем, что я теперь занимаю новую должность. Ну, а дальше будут происходить там... То есть должны будут произойти, во-первых, до выбора или до назначения? До выбора это да, это одно из условий. А дальше, после там до выборов, я думаю, что это успеет подраздойти к одному моменту. Я надеюсь, к следующему пленарному заседанию, которое состоится, насколько я еще помню, там, может быть, 29-30-го. В конце сентября. В конце сентября, да. И там я с удовольствием, я планирую, скажем так, как житель Кировской области, посетить пленарное заседание. Если мне дадут слово, я очень хочу там сказать несколько теплых слов в адрес коллег. Ну и, безусловно, с интересом мне не безразличны. Безусловно, там судьба общественной палаты. Я хочу, чтобы она таким же была активным, деятельным органом. И, в общем-то, все проекты, которые были, я даже не сомневаюсь, что это все будет продолжаться. И я там, в принципе, не буду лукавить. Я знаком с теми людьми, кто там планирует выдвигаться там и на выборы, скажем так. И все из них очень достойные. Хорошо. На кого оставляете Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии? Сегодня исполняющим главного врача назначен заведующий детским отделением Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, главный нештатный детский травматолог ортопед Кировской области Яговкин Михаил Александрович. Вы сами подобрали себе преемника? Ну, в том числе, да. В том числе, да. Хорошо. Дмитрий Александрович, что будет с темой общественного контроля за ремонтом дорог? Потому что, ну, для тех, кто в курсе, не секрет, что в основном эту тему продвигали вы и активно занимались сами в том числе. Ну, вот, я думаю, что так или иначе активность, я думаю, будет продолжаться и тема ремонта дорог, она будет актуальна, в общем-то, и зимой. Это касается содержания. Я очень надеюсь, что тот, кто будет новым, скажем, секретарем общественной палаты, он выдохнет, скажем так, ну, новую жизнь, не только вообще в тему общественного контроля, потому что впереди и принятие закона об общественном контроле в Кировской области во втором чтении, внесение... Вашего законопроекта. Нашего, да. Внесение поправок в порядке законодательной инициативы, потому что там видно, что, ну, какие-то рамочные правки косметические нужно внести, я думаю, что правильно будет, если это сделает общественная палата. И принятие закона, назовем так уже рамочного, а в общественной палате Кировской области там это не внесение изменений в действующий закон, а в целом принятие нового проекта закона. Дмитрий Александрович, одна минута у нас осталась, очень коротко прошу ответить. Вы 10 месяцев возглавляли общественную палату Кировской области, вы сами своей работой довольны? Вот не мне, наверное, оценивать свою работу, но я считаю, что вот если посмотреть на мою программу кандидата, то фактически все, что там написано, сделано. На вашу программу кандидата в секретарей? В секретарей, да, потому что были выборы, я со всеми разговаривал, я писал программу, от меня просили, я был новым человеком. В общем, вы очень серьезно подошли. Я к этому, да, подошел серьезно, у меня была предвыборная программа, я со всеми разговаривал, сказал, что если что-то непонятно, давайте я вам объясню. То есть это был совершенно открытый, скажем так, выборный процесс, поэтому все, что там было написано, сделано фактически. Вы довольны результатами своей работы? Не то, что, скажем, я не буду употреблять выражение «доволен», я считаю, что все основное сделано. Спасибо. Я благодарю вас за то, что вы, во-первых, пришли. Коротко, в конце программы. Я знаю, что вы не только наш эксперт постоянный, но и вы мой коллега, такой же ведущий на Эхе Москвы в Кирове. Что будет с программой «Слушайте доктора»? Ну, мне очень бы хотелось, чтобы этот проект был продолжен, потому что в сфере здравоохранения происходит много положительных изменений, есть много о чем рассказать. Я, скажем, обращаюсь к вам о том, к Эхе Москвы в Кирове, о том, чтобы, ну, на мой взгляд, это интересный перспективный проект и с новым ведущим. Вам тогда также придется найти преемника на это место, вы же понимаете. Если вы попросите, я с удовольствием сделаю, в общем-то, это. Ну, я думаю, что Светлана Занько присоединится и, наверное, мы уже это обсудим за эфиром вместе со Светланой и с вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. До свидания.